ШАЗАМ! Ну привет, друзья! Ставь лайк за спецэффекты уровня Тор 4! В прокат в большинстве стран мира, но увы все еще не в нашей, вышел фильм Шазам! Ярость богов. Продолжение первого Шазама. Мне довелось на него сходить, и я готов поделиться с вами впечатлениями об этом фильме. Вообще, киновселенная DC обладает какой-то уникальной способностью. Ее сольные фильмы, как правило, получаются, если они классными, то как минимум любопытными. Так было и с Чудо-женщиной, и с Суперменом, и с тем же первым фильмом о Шазаме. Пусть он и вышел довольно таким детским. Но стоит только им попробовать снять кроссовер или командный фильм, то получается либо Отряд Самоубийц, либо Лига Справедливости, либо Черный Адам, в которого тоже непонятно с какой целью напихали кучу левых супергероев. Второй Шазам тоже действовал по правилам сольников, хоть в нем и присутствовало несколько супергероев, но это были как бы супергерои одного порядка, одного калибра, одной команды, одной семьи. Однако он тоже умудрился споткнуться о проблему кроссоверов уже в самом конце, когда превратился в этот кроссовер. Но об этом тоже поговорим позднее. Итак, после предыдущего фильма Шазам и его сводные братья и сестры стали постепенно осваивать суперсилы и помогать людям. Получается, это у них с переменным успехом, о чем мы можем видеть и слышать в репортажах новостей. Родные Билли не всегда готовы мчаться всей командой на помощь людям, все хотят жить своей жизнью, но Билли так привязался к ним, что продолжает настаивать на принципе все или никто. И вот у них появляется новая угроза. Дочери Атланта Геспера, Калипсо... Калипсо! Я вылечу тебя из твоей человеческой банды! Нет, не это. И Антея заполучает волшебный посох, который и дал силы Билли в предыдущем фильме. А в концовке тот его сломал в битве со злодеем. Фильм не тратит время на раскачку и сразу же начинается с истории с вот этих вот богинь. С одной стороны, это довольно неплохо. Мы не тратим лишние минуты на экспозицию, но с другой, начало фильма кажется довольно сумбурным, поскольку нас как-то мельком знакомят со всей этой сложной мифологической историей, не вдаваясь в детали. И я поначалу сидел, думал, так, так, тихо, тихо, что это, что это за герой? Почему тут все так быстро происходит? Если честно, я, например, так и не понял, почему оказался живым тот колдун из первого фильма, который передал Билли силы Шазама. Скорее всего, я просто невнимательно слушал, но с другой стороны, это, блин, не фильм Нолана или Линча, чтобы я слушался и всматривался настолько внимательно. Хотя, на самом деле, дальше фильм раскачивается, и простая мотивация злодеев помогает не усложнять кино, ведь оно остается верным своим принципам семейности и детскости, которые были заложены в первой части. Кто-то тогда ругал такую детскость, а мне же, наоборот, нравилась атмосфера и дух первого фильма. Очень здорово, что их смогли сохранить и во втором, поскольку, мне кажется, сейчас нам не хватает вот подобного светлого и легкого кино, которое остается милой и приятной вещью в себе, а не пытается рассказать какую-то мегаглобальную историю. Но при этом я вам советую забыть, что события Шазама происходят в общей киновселенной DC, потому что при просмотре у вас, ну, обязательно должны возникнуть вопросы, а где все-таки, почему не придет на помощь Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина или хотя бы Флэш, когда часть Нью-Йорка накрывается куполом, там появляются всякие жуткие твари. Это, к сожалению, большая и неизлечимая проблема киновселенных. В той же вселенной Марвел это начало встречаться уже с первого фильма второй фазы, это Железный Человек 3. Типа, где были Мстители, когда похитили президента США? Так и здесь непонятно, чем занимаются другие персонажи, пока Билли и другие спасают мира злодеек. Кстати, о злодейках. Конечно, мотивация у них вышла довольно скомканной и простой, а в середине одна из них вовсе съезжает с катушек и становится совсем уж клишированной злюкой с этим мотивом «Весь мир в труху». Ну, все же приятно было видеть на экране самих Хелен Миррен и Люси Лью. И третью... Я долго не мог вспомнить, где я видел это лицо, и когда наконец сообразил, что она играла в «Цайской истории», у меня это так флэшбэкнуло в мучительный поход на пресс-показ этого фильма. О, боже мой, это было очень тяжело. Про операторов хочу чуть-чуть сказать. С показом танцев ждет нас полный здесь порядок. Но стоит драку на экране показать, включается эпилептический припадок. В начале песни здесь умеренно звучат. И движется сюжет, и шутки кое-где сдаются. Но через час хотелось громко закричать, когда они уже, блин, напоются! Но справедливости ради, вот именно Хелен Миррен иногда смотрелось довольно странно. Потому что, ну, ты понимаешь, что пожилая женщина вряд ли будет выполнять все эти трюки с суперсилой и суперспособностями. И ты понимаешь, что там вместо нее действует дублер, и как-то сложнее становится поверить в это действие. Но, с другой стороны, то, что три злодейки были трех разных поколений, в этом своя прелесть, свой шарм тоже был. Самое интересное в этом фильме то, что он как будто бы даже не о Билли, а о его хромом брате Фредди. Ему уделяется в истории большое внимание. В сюжете он выглядит наиболее активным в этой компашке. У него даже есть своя сюжетная ветка с этой вот влюбленностью. Ну и, в принципе, это получился наиболее раскрытый персонаж. И запоминается он гораздо лучше остальных. Вообще, к сожалению, из всех Шазамов образы успели прописать только ему, Билли, ну и отчасти младшей сестренке. Остальные там выглядят скорее мебелью. Поэтому, когда они все лишились суперсилы, я ждал, что ее так и не вернут. Поскольку, ну, это выглядело бы логичным. То есть, Шазам остался бы один, а они бы просто были его семьей, друзьями, близкими, родными. А когда в кульминации произошло одно трагическое событие, я даже на какой-то момент купился и поверил, что создатели фильма не будут отматывать все назад и сделают действительно такую взрослую и серьезную концовку. Особенно на фоне новостей о больших переменах в киновселенной DC, я вполне был готов поверить, что один из центральных персонажей действительно погибнет. и создатели не будут это отматывать назад. И, надо сказать, такая взрослая концовка мне бы очень понравилась. Но самое смешное, что в итоге концовка получилась смазанной как раз в тот момент, когда фильм превратился в кроссовер. Пусть и довольно небольшой, в виде такого маленького камео одного из знакомых нам персонажей. Конечно, оглядываясь назад, не стоило ожидать чего-то взрослого и серьезного от детского и легкого фильма. Но, согласитесь, было бы интересно и круто увидеть неожиданный поворот со смертью одного из центральных персонажей. Но в целом фильм держит планку первой части и даже, мне кажется, ее превосходит. В нем стало гораздо меньше кринжавухи... Че? Кринжавухи? Я это так написал? Ммм... Кринжавухи и откровенно идиотских, глупых и притянутых за уши моментов. Местами фильм неплохо иронизирует над собой, поскольку из первого фильма мы, например, знаем, что Шазам это аббревиатура от сил разных мудрецов прошлого. И С означает мудрость Соломона. Мудрость Соломона, мощь Геракла, выдержку Атланта, силу Дерса, бесстрашие Ахилла и скорость Меркурия. Еще в первом фильме все заметили, что у Шазама нет никакого намека на мудрость. И здесь это тоже успели обстебать и даже попытались логически объяснить, дескать, мудрость у него не интеллектуальная, а душевная. Что он духовно мудр. А еще в одном моменте его называют капитаном Марвел. Это было довольно забавно, с учетом того, что именно так назывался персонаж в изначальных комиксах DC. Потом уже это имя поменялось на Шазам. Такая вот милая, приятная пасхалочка. При этом в сцене после титров есть отсылка к киновселенной Марвел, потому что герой, когда выбирает название команды, ему нравится название Общество Мстителей. Не знаю, в оригинале было слово Avengers или нет. Кстати, сцены после титров будет две, так что можете обе посмотреть, хоть они обе довольно-таки глумливые вышли. Ну и да, в этом фильме я увидел, пожалуй, самый безумный и отбитый продакт-плейсмент. Реклама с Китлз оказалась еще более бешеной, чем... Сама реклама с Китлз, вот эти... Попробуй радугу, с Китлз-трянка и прочее. В общем и целом, я получил удовольствие от второго Шазама. Если вам нравится первая часть, то точно понравится и вторая. Если первую вы терпеть не можете, потому что в ней нет 15 миллионов кадров со словом О, никто не стоит с кислой физиономией по пять минут, и никто не кричит, почему ты назвал это имя, ну, второй фильм вам тоже, возможно, вряд ли зайдет. Да, фанатики Снайдер, я о вас говорю. Я не знаю, куда будет двигаться вселенная DC дальше и найдется ли в ней место Шазаму, но как вещь в себе он выглядит очень мило, поскольку не пытается претендовать на что-то серьезное, на переворот игры, что постоянно тизерил Дуэйн Джонсон с черномадами. И если не делать кроссоверы с другими персонажами, то, наверное, у этой подфраншизы неплохое будущее. В конце концов, дети уже сейчас повзрослели, у них уже сейчас появились новые проблемы, новые интересы, новые черты характера. Это прикольное развитие персонажей. Очень классно было смотреть, как персонажи разных возрастов взаимодействуют друг с другом. Например, когда младшая сестренка не понимает, что старшая вернулась с гулянки-попойки, и поэтому у нее похмелье. Это было довольно мило и забавно. А знаете, что еще будет милым и забавным? Если вы поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Фредди Фримен и Билли Бэтсон Тренируют Шазама не зря Фредди Фримен и Билли Бэтсон Будут драться против сил зла Билли бросила в детстве мама Фредди тоже пришлось нелегко Против них вышел доктор Сивана В нем пороки сидят глубоко Шазам! Я призываю силы к нам К скорость Меркурия Геракла силушку Шазам! И треснул мир напополам Сила богов пришла Шазам! 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 Билли Бетсон и Фредди Фриман Стали весело и дружно жить Но пришли Люси Льюс Хелен Миррен Захотели мир поработить Но недолго они наслаждались На планету нельзя нападать Вся шестерка шазамов собрались Чтоб снова вместе злу навалять Шазам! Я призываю силы к нам Атланта дух, ум Соломоновый Шазам! И треснул мир напополам Сила богов пришла Шазам! Шазам!